Семнадцать! Все присели? Хорошо покушали? Какая была лучшая пицца, кстати? Крайняя. Крайняя, ты, конечно... Женя, запомнил, где? В следующий раз крайнюю пиццу заказываю. Крайнюю. Сказали самое вкусное. Крайняя. Я вам пошутил, но не буду. Да, сегодня... Крайняя. Еще крайняя. Сейчас подъедет. Сегодня поговорим про автоматизацию, поэтому сегодня будет кровь, кишки и автоматизация, и много более. Смотрите, в двух словах. Меня зовут Женя, у нас очень много контента, поэтому сразу поехали. Автоматизация, как мне кажется, интереснее всего рассматривать в долгосрочных проектах, потому что именно на долгосрочных проектах она показывает себя, свою максимальную эффективность. Давайте я начну со сказки. Кто любит сказки? Все любят сказки. И Сережа тоже. Да. Смотрите. Давным-давно, высоко-высоко в горах, в одну компанию пришел очень жирный клиент. Этот клиент попросил спроектировать ему систему на пять лет вперед. Минимум на пять. А если получится больше, вообще замечательно. Проект достаточно сложный. То есть там было несколько проектов в проекте, грубо говоря, несколько сайтов, у этого клиента еще несколько департаментов, и каждый вот этот вот проект должен на каждого клиента там, на каждого подклиента как бы мапиться. В общем, большой проект. Доблестные мужи взялись за проектирование проекта. Полгода проектировали. Общались с заказчиками, за стейкхолдерами, как модно говорить. Напроектировали проект дивной красы, невиданной до селя ранее. Напроектировали на микросервисах. Все отказоустойчиво. Каждый компонент, независим, там вот это вот всего. Напроектировали. Такой красотый проект, что стейкхолдеры попросили вырезать глаза архитектору, чтобы больше такой красивый проект никогда не сделал. Вот. В итоге проект должен там был состоять из 15 микросервисов. Там и фронт-энд, и шина посередине, и бэк-энды. Очень красивый проект. То есть про него можно отдельно доклад делать. Странно. В общем, начали разрабатывать доблестные мужи проект этот. Сначала все шло прекрасно. Проект новый. Через пару месяцев люди, которые его напроектировали и разрабатывать его начали, заметили очень странную особенность у проекта. Она начала всплывать в эстимейтах. Простая задача. Условно поставить модуль. Ну, там, с каким-то там вархэдом, пусть 4 часа, да? Эстимейт в спринт идет 4 часа. Смотрят ребята. День ушел. Куда ушел день? Модуль поставить. Другие задачи начинают прилетать. Эстимейт нормальный. 8 часов. В конце спринта. 16. Куда ушло время? Начали копаться. Как водится, собрали. Сеем доблестные мужи. Начали думать, что делали. Что не так? Нашли два косяка. Тогда, на самом деле, нашли один только косяк. Из-за того, что было все новое. Там был фронтенд на реакции. Тогда это была первая попытка. Шина вот этот прокси, грубо говоря, между всеми сервисами. Было там на PHP Slim поставили микрофреймворк. Ну и Drapal 8 тоже. Тогда это было там много лет назад. Как я сказал, давным-давно. Все было в новинку. Списали все на Learning Curve. Учимся. Потом будет быстрее. Окей, проходит еще несколько месяцев. А ситуация лучше не стала. У нас стало хуже. Собрали еще один сейм. Что происходит? Окей, уже вроде бы немножко научились. Поняли, что очень много времени занимает какой-то, как он называется, development overhead. То есть из-за того, что дохрена микросервисов. А backend, каждый микросервис мы сделали из Drupal 8. Там каждый микросервис имел свой функционал, свой purpose. Вот. Получается, что, грубо говоря, скачать базу данных и куда-то импортнуть с продакшена. Это нужно в каждый микросервис залезть на продакшен, стащить базу в один микросервис. Так, продакшен, второй микросервис, сюда. И переключение между проектами, а я напоминаю, это были ранние Drupal 8, а композер все только учили. Получается, управление депенденсами тоже было под вопросом в том плане, что мы, не у нас, в смысле, в той компании, про которую рассказываю, были еще вопросы, все учились. Грубо говоря, переключиться с одной ветки на другой, там депенденсы поменялись, опять этот композер install, прогнать по всем проектам, по всем микросервисам, там, npm install, очень много overhead. Мы поняли, что вот это все мы делаем ручками, это очень много overhead тратилось на это. Ну и плюс мы начали подозревать, на самом деле, проблему с архитектурой, потому что команда небольшая сама по себе, а микросервисов уже в первой итерации, для первого проекта было, если не ошибаюсь, пять. И все, как надо мейнтеннить, это отдельные приложения, по большому счету. Ой, рано. Я забыл, что тут написал, извините. Смотрите, что мы сделали потом. Мы начали автоматизировать то, что мы делаем локально, вот эти все переключения между ветками, начали автоматизировать миграцию баз данных туда-сюда, начали работать с проверкой более плотно, коды на качестве и так далее. После того, как мы это все сделали, не мы, та компания, кто сказал мы, а мифическая, наша производительность подросла, я бы сказал, в среднем процентов на 30. То есть задачи, которые занимали раньше часов 8, вместо 16 начали занимать часов 12. Проблема никуда не ушла, но уже стало полегче. Ну и в итоге, на самом деле, что мы сделали, мы поняли, что проблема все-таки в архитектуре, мы выкинули нахрен эту архитектуру, вот очень красивую, переписали ее, и стало все работать замечательно, без этих вот микросервисов и модных слов. Но при этом уроки с автоматизацией остались. Помимо всего прочего, у нас еще шли в компании много других проектов, достаточно долгих, которые мы разрабатывали, 5-7 лет, и оттуда накапливался опыт автоматизации. Вот этот вот факап, на самом деле, с архитектурой, дал нам большой пинок под зад, пересмотреть вообще все наши процессы, взять опыт старых проектов автоматизации, взять опыт нового проекта вот этого с автоматизацией, совместить это воедино и передумать по поводу, продумать заново всю автоматизацию. Давайте теперь расскажу, что у нас получилось, и как мы к этому подходили. Смотрите, понятно, что вся автоматизация, она начинается локально, с локальной среды. Там мы разворачиваем проекты, оттуда мы это деплоим в продакшен. Ну, не оттуда, хорошо, из других мест. Но ведь деплоим. Для докера. Для автоматизации мы используем докер. Я, в принципе, понимаю, что докер ни для кого не в новинку. Кстати, кто не пользуется докером? Много людей вообще пришло, которые не пользуются докером? Смотря в каком смысле. В каком ты пользуешься? Нет, ну я думаю, например, для локальной иностранной. Ну, считается. Ну, грубо говоря, для стандартизации. Ну, докер там под камер. На прямую. Да-да-да-да. Что вы на контейнете? Мы на своем опыте не нашли причины не использовать докер, на самом деле. У нас уже гоняется на локальной, для стандартизации локальной среды примерно уже года 3-4, наверное, чтобы не соврать. Все прекрасно. Но понятно, что это самое очевидное решение. Если хотите автоматизировать среду разработки, чтобы не было... А у меня там выход другой версии, а у меня какие-то инструменты не пошли. Окей. докер стандартизировали. У докера есть несколько скрытых проблем, про которые обычно не все говорят. И они не описаны в документации. Первое, достаточно тривиальное, но разработчикам нужно понимать докер и знать докер, да? Она вроде тривиальная, потому что, если вы хотите использовать среду, вы должны знать докер. Логично. Но при этом есть один небольшой нюанс. Я по себе даже замечал... Я разработчик ленивый. Я по себе замечал, что чтобы работать с докером, нужно понимать, в какой контейнер, куда переключаться. То есть, чтобы импортировать базу, так, а куда зайти? А как залогиниться в докер? А под каким юзером? А проблемы с файловой системой надо решать, потому что, бывает, они там не мапятся. Если кто знал, там, видел проблемы с пермишечными, бывает при работе с докером, это тоже надо знать, решать. Много вот таких мелких нюансов, на которые тратятся так называемые мысли-патроны. Кто знаком с этой концепцией мысли-патронов? Оно очень хорошо объясняет, почему разработчики сильно устают, вроде бы при этом ничего не сделав. Они вот расходятся на такие мелкие задачи. Из разряда «Куда зайти?» Почему что-то не работает, что должно работать? В плане докера, например. Вот прикольная концепция мысли-патронов, можете почитать, или «Мозга патронов», не помню, но она рассказывает про обойму у каждого разработчика, которая есть. Ну и понятно, что реальные сценарии, они сильно отличаются от «Hello World», да? Вот этот наш проект, которого не было, он тоже же был на докере, и там было очень много контейнеров, и чтобы, представьте, чтобы импортировать базу в каждый из контейнеров, нужно вспомнить, а как называется контейнер? Там, не знаю, назвать вам SQL, там SQL, или как-то по-другому, а какой префис, какой суффикс, куда зайти? Лезешь в Docker файл, начинаешь туда лезть, залазишь внутрь, там забываешь, как юзер, имя юзера и так далее. Очень много нюансов. Это был массивный overhead. Ну и, как я сказал, я разработчик ленивый, мне не нравятся все эти длинные команды. Они и держат в голове, но мы помним мысли-патроны. К чему мы пришли? Кто раньше слышал про мейкфайлы? Абсолютно олдскульная мейкфайлы. Половина, ну примерно половина. Еще половина не призналась. Но мейкфайлы пошли из древня. Я даже не помню, а сколько из древни? Семидесятых. Семидесятых. А когда Linux был изобретен? Стыдно не знать. Ну пусть с семидесятых. А, Unix Timestamp начинается с какого? С шестьдесят? С девят? Вот, оттуда. По истории два. По программированию пять. В чем смысл был этих мейкфайлов, когда они были разработаны? Прикол был в том, что они вообще разрабатывались под C, по язык программирования C, для автоматизации билдов. Там для компиляции кучи файлов можно было автоматизировать, запихнуть в мейкфайлы и вызвать команду там make build. И он собирал из кучи разных сорсов, что надо было указать, какой файл, в какой последовательности билдить, с каким аргументом. Естественно, это было все заморочено. Мейкфайлы облегчали задачу. И в принципе мейкфайлы... Не, я забегаю вперед, не буду рассказывать. До этого еще дойдем. А, вру. Вот же вторая строка. В чем крутота? Что оно, в принципе, поставляется из коробки. Из коробки с Linux и Mac. Для Windows я не знаю. Там что-то есть, какой-то аналог, но его надо ставить. Это крайняя пицца. Да, крайняя пицца. Для Linux и Mac это не надо. Для Linux я поставил звездочка, потому что если прям вы совсем Linux собираете с нуля, там, конечно, надо поставить build essentials. Ну, ладно. Очень удобный файл, очень удобный подход тем, что все можно делать в рамках одного файла. Я сейчас покажу пару примеров, абсолютно простейших. Как он выглядит. Две команды. Вот это файл. Вот этот весь файл. Почти весь. Условно весь файл. make файл. Это называется target. То есть то, что вы запускаете. А вот сама команда. То, кто работал с докером, я прекрасно знаю. Те, кто не работал, просто баш, блин, команда. Любая. В данном случае поднимает nvrm. Никакой магии нет. Правильно? Make. И вот как они вызываются. Makeup, makedown. Простейше. Просто автоматизировали вроде бы поднятие контейнеров. Докера, локальные разработки и схлопывание environment. Пока вроде бы на уровне концепции все просто, да? Make файлы, знаете, в чем привлекательно? Чем они нас сильно привлекли? Во многом еще и namespace. Они отжали namespace make. То есть если вы будете писать человека, читаемая команда на английском, вы можете полностью, грубо говоря, отчеловечить работу с локальной средой. Makeup. Подними. Makedown. Убери. Сейчас едем дальше. Вот на основе этой концепции. Смотрите. То, что мы делаем абсолютно на каждом проекте make install. Любой наш разработчик знает, что по барабану на какой проект он переключится. Будет это проект, который там дичайший монстр, по которому я рассказывал вначале. Будет это просто dropout 7, 8. Будет это decouple. Без разницы. Переключается человек. Даже не переключается. Он скачивает репозиторий, делает make install. У него все разворачивается. Он знает, что проект у него уже рабочий на среде, на локальной среде разработки. Это может быть, например, установка базы данных, она может быть из... тащить какую-то базу из продакшена. Последнюю. Со стейджинга. Она может ставить дурпал с нуля. Это уже зависит от проекта. Но стандартизация... Make install у вас в проект будет рабочий. У нас даже, например, фронтендеры, которые вообще им неинтересны. Они ненавидят все, что написано на PHP и правильно делают. Но make install развернет весь бэкэнд у них. Они работают с фронтендами. Вообще по барабану, что там происходит на бэкэнде, откуда берется база и так далее. Следующее красивое название make code check. Когда мы говорим, естественно, про отличную разработку, я чуть-чуть еще поговорю потом про качество и стандарты кодирования. Но, опять же, блин, namespace, make code check. Не пофигу, сколько у вас приложений. Одно реакция... Пусть это фронтенд, бэкэнд, make code check. Разработчик любой знает, что он проверит весь код. Как надо. Следующее для тестирования. Make tests run. Наша команда make install поднимает все, что надо для разработки и тестирование, и все, что надо делать с разработчиком, make tests run для того, чтобы прогнать тесты локально. Эти команды прекрасно принимают аргументы, то есть можно make tests run, указать название теста, он прогонит только его. То есть это не только такие вот прибитые дубами команды, а они принимают аргументы и прекрасно работают с аргументами. Опять же, шикарные команды для автоматизации того девопса, который мы делаем практически езодневно как разработчики. Синхронизация базы данных с продакшена, синхронизация файлов. Без разницы, опять же, разработчикам откуда она берется. Вот она где-то настроена, разобрать с продакшена или брать со стейджинга. Все, они знают. Make syncDB. Синхронизируется последняя база. Make sync файл, соответственно, стащит статику. Опять же, namespace рулит. Вот этот make. Ну, это ж удовольствие. Здесь сделать что-то. То есть, а по сути, под капотом там идет подключение к серверу? Да, да, да. Например, на одном проекте подключение к серверу, на другом проекте он вообще может развернуть с нуля базу данных. А вцепли-пеханицу? А? Вцепли-пеханицу. 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 Он по умолчанию пустой. Разработчик сам вкитывает пред, если там ему надо, например. Либо это все на уровне SSH рулится. Это немножко... Иди туда, откуда я пойду, туда бейзти. Что? Иди туда, откуда я пойду, текущую бейзти. Ну да. То есть либо разработчики... Файлия проекта. Не, смотри. Кредит немножко отдельная тема, смотря как вы работаете. Вы можете... Как мы делаем? У нас есть всегда в проекте файлик .env.default. И когда первая команда поднимается, например, make install, он копируется в .env. То есть, грубо говоря, вот теперь список всех ваших переменных на проекте. И make file читает все эти переменные... При каждой команде она читает эти переменные среды. И разработчику там после установки проекта иногда надо просто вкинуть туда креды самостоятельно. То есть они не хранятся, естественно, к репозиториям. Поддерживающие тени этот файл? Что? Компликацию или его вейблы, которые можно потом использовать в рамках запуска команды, которые ты используешь в make file? Да. То есть мы к этому и перешли, что сначала дефолтный как бы end file, который при первой же поднятии, ну, развертке проекта копирует все и все перекрывает как тебе угодно. И все это читается в make file. Понимаешь? Говоря честно, make file, они это не самый лучший сборщик с точки зрения... Ну, блин, ну, end file это стандарт комьюнити, в принципе, для чтения переменных среды. Просто make file умеет засасывать. Опять же, возвращаясь к make file, они, как я сказал, не самый лучший инструмент, потому что есть инструменты типа... Ой, вылетело из головы. Для управления, короче, автоматизацией, там, fing, кто там еще там... Ну, набрасывайте, вы же знаете лучше меня, какие там еще есть, там, папи, ты... Это не туда. Не туда. Ну, вытаскиваете, как бы, докладчика кто-нибудь. Ну, я не помню. Мы с лайцем не было. Мы и это загубим. У вас это просто концепция вся-то из Docker for Drupal. Иначе это делалось до Docker for Drupal. Да можно просто от команды обернуться. Нет, общая концепция очень похожа. На чем угодно можно делать build, но по большому счету Drupal не нравится тем, что это только PHP, если вызывать какие-то команды из разряда законнекции, куда-то пойти туда-то, но PHP до этого не очень хорошо подходит. Все-таки make file поддерживает bash синтекс. Можно объединить там несколько команд под одну команду. Можно несколько веб-команд объединять. То есть, на самом деле... Что мешает Drupal дергать из make file? А мы так и делаем. Вот и аккаунт. То есть, у нас даже есть команда, например, например, команда make drash, и туда передается аргумент. А make drash, он под капотом запускает drash из-под докера сам. Вместо того, чтобы зайти в докер и запустить, там это drash. Make drash и там CR. Все, почистил кэш. Преимущества перед фингом? У него нет преимущества, кроме, наверное... То, что это чисто один из синтексис, и поэтому... Поэтому уже упрощает. А, несколько преимуществ. Во-первых, я говорил namespace, но он божественный, он серьезно. Во-вторых, когда вы опенсорите проекты, будете всем просить делать альясы? Ну, Женя, я понимаю. Ну, то есть, вот эта простота входа. Я ленивый разработчик, я хочу скачать репозиторий и нажать make install. Я не хочу... Я согласен. Это очень удобно, когда у тебя много проектов, там, 30, и тебе каждый раз надо туда переключиться, развернуться в make file. То есть, я же говорю, если вы это делаете еще правильно, если вы это делаете для себя, только у вас закрытый проект, например, и у вас договоренность с командой, все имеют финг, установлен локально, позар а ноль. Финг, в принципе, даже интереснее, чем make file в этом плане. А когда вы где-то заопенсорсили, где-то у вас много людей поднимает вот это, используя с вашими проектами, нулевой порог входа. Еще одно преимущество. Финг все-таки надо поставить. Финг, он прекрасен, на самом деле, я же говорю, что make file, он далеко не самый лучший. Финг мне нравится больше с точки зрения организации кода и так далее. Он должен читать немножко получше, чем make file. Но namespace и нулевая точка вхождения, она здесь просто разрывает. Я отдал ссылку на два репозитория. Даже без разницы, чем они занимаются. Один из них там друпал плюс ReactJS, второй из них чисто там друпал дистрибутив. Если интересно потыкать, все, про что я рассказываю, на обоих проектах есть. Можно скачать к себе, make install, бум, у вас все поднялось. Я вот от этого... Сам поставить есть или нет? Нет, ну докер он не поставит. Это единственное... Стоять, это единственная зависимость докера. Естественно, докер должен быть. Потому что он может... Снегатизация, название команд. Да, снегатизация, название команд. Может, ты еще макосмистов не выставил, и макосмистов не выставил, и макосмистов не выставил. Не слышал. Просто есть обработки, включение, ну, грубо говоря, там, список депамятий, который я получил. Возможно, мы включили, получили статус там больше нуля, и... Скорее, второй вариант на самом деле. Ну, прикинь, ты как простая баш-команда. Если ты бы выполнил... Давай, с примером, импорта базы данных, да? Если ты импортишь базу данных, ты указываешь неправильный параметр, но у тебя падает, разбирайся сам. А есть на всякие вложенные штуки? То есть? У меня есть пять тасков, которые я хочу запустить ценные команды. Да, да, да. Они прекрасно поддерживают нестинг. Там эти зависимости могут иметь друг от друга. Зависимости друг от друга, если... Да, то есть оно в этом плане прекрасно работает. И с зависимостями друг от друга можно написать, там, пять маленьких команд, потом одной большой запускать, и при этом еще и пять маленьких отдельно запускать, если надо. Как-то синтаксис докера очень сильно напоминает. Тоже, ну, объединяешь команды, и... Ну, и... Вот про синтаксис докера не понял, куда мы сейчас уходим. Ну, я имею в виду makefile, как по структуре. Те же самые команды про второго дня. Абсолютно тот же баш, тот же баш с шикарным нейтспейсингом и нулевым порогом вкода. Всему усвоить. Да. Я еще это пару раз скажу. Вам еще такой плюс с send-файлами, то, что можно использовать тот же самый makefile на разных проектах, когда у тебя переменные твои хранятся именно в band-файлах. То есть все в band-файлах хранятся какие-то credentials, те же самые, касаемо конкретно проекта, но можно использовать тот же самый makefile на всех абсолютных проектах. Ну, грубо говоря, копировать куски кода из вымекфайла из одного в другое, просто меняясь там в dot-end какие-то вариаблы, переменные среды. Вот и все. Качество кода. Долго останавливаться не будем здесь. Я расскажу еще одну небольшую историю, которая случилась на другом несуществующем проекте, который мы разрабатывали. Это была первая попытка сделать красивый фронт-энд аппликейшн на JavaScript. И мы тогда влезали в JavaScript активно. Мы тогда не поставили стандартизацию качества кода с самого начала. Ну, потому что, ну, сейчас вот чуть-чуть допилим, запустим и поставим, естественно. Ну, сейчас же поставим. Прошло много лет. Не надо рассказывать, в каком-то состоянии проект сейчас, да? В том же. Абсолютно. В том же прекрасном состоянии, в котором мы его написали. Да. Мы используем для... В makefile мы всегда используем две команды для автоматизации проверки стандартов качества. MakeCodeCheck. Он чисто проверяет. И makeCodeFix, он, ну, знаете, когда можно запускать PHP эти... Как они называются? Блин, линтеры, как в PHP. Сниферы вот эти. Код снифера, да. С каким-то параметром, и можно ему передать... Постарайся пофиксить, если смоешь. Это просто makeCode. MakeCode в районе. MakeCode. Полет, творчество и мысли. Видите, какой шикарный неймспейс. Уже набрасывает варианты. А у нас там где-то стандарты. Есть какие-нибудь по мейкодесу-командам? Стандарты в плане чего? То есть нейминга, в смысле? Я могу, например, свою придумать и... Своё название какое-то? Абсолютно. Вот это всё мы придумали сами. Старые сишники не оценят? Вообще не оценят старые сишники. Это ворнография, придуманная недавно. Вообще отвратительно. Это ты сводишь? Нет, я тебе тот самый подвес. Такашечку. Мой ты дорогой. Full service. На бутерброд. На бутерброд. И крайне любится. На 50 рублей. Вот. То есть вот эти все нейминги, это абсолютно наши. Мы задействовали шикарный неймспейс в плане придумывания нейминга. Мы ленивые разработчики. MakeCodeCheck, MakeCodeFix, они просто шикарно в голове остаются. Мы ещё начали придумывать... Придумывать. Изобрели. Вешать MakeCodeCheck на git-прекоммит-хук и его же использовать как первый шаг в автоматизации. То есть на прикоммит мы вешаем для того, чтобы если разработчик что-то сделал не так в плане по синтексису, оно завалилось у него сразу, чтобы он даже не успел отправить свой код в репозиторий. Такой fail-fast подход. В CI мы это делаем для того, чтобы в принципе-то коммит-хук и можно фитоподавист на новый рефай передать, и всё это скипнется. Бывает надо, например, разработчик там и заболел, проект, там, задача на полпути, да, надо как-то задеплоить, а иначе хук не пропустит. Можно снова рефай закоммитить, CI не пропустит, вот, но закоммитить можно. Так, чуть-чуть, маленький вопрос. А где линкер? Линкер? Для бэкер-коммитива, для... Ну вот если вы глянете... Саш, если ты глянешь проект, который... Ну, я там две ссылки положил, да? Нет, правда, не знаю. Мы используем просто докер-имиджи. У нас в... Если это чисто бэкэнд-проект, чисто группал, мы используем какой-то там докер-имидж, и просто его запускаем, ну, докер, выполни команду в рун 3 этого имиджа, прогони код под код стандарта. Все описание... Да-да-да-да, это все в рамках код-чека абсолютно... Если у вас есть докер, нам не надо ставить ничего дополнительного, получается. Никаких там сниферов и так далее. Все через докер-контейнер гоняется. Все, едем дальше. Сейчас начинается... Нет, еще не начинается. Про тестирование. Я долго здесь останавливаться не буду. Тесты, тема на самом деле вот такая вот. Если Евгений нас не попрет, может быть, можно попробовать остаться немножко дольше, а потом я в живом бы формате показал, как тесты пишутся и как мы это делаем, и насколько это может быть просто. Я остановлюсь буквально на нескольких вещах про проект. Во-первых, то, что мы выучили... Уроки, какие мы выучили из долгих проектов теста must have. Вот предыдущий кейс, который был рассказан, что если бы не было тестов, вы бы не деплоили, потому что вы боялись поломать всю логику. У нас абсолютно такой же был кейс, и есть кейс, там, проект Drupal 7 с клиентом, там логика на коммерции кастомизирована, перекастомизирована. Если бы не покрыть ее тестами, мы бы ее отказались трогать в принципе. Там уже в этой форме простая задача может занимать фиг знает сколько времени, потому что там вот так вот код, вот так вот код. И очень сложная логика, ее не знает ни заказчик полностью, и мы ее забываем с большим удовольствием, потому что очень много таких мелких кейсов. Покрыто тестами. Без тестов мы бы вообще просто это не вытянули. Второй посыл. Про сложность написания тестов. Много людей пишут тесты? Ну, в проектах именно для реальных проектов. Ну, хоть одна рука же должна быть. Я слышал. На самом деле не так много. Я попробую сделать небольшую попытку humble effort, чтобы убедить вас это писать. Смотрите, я сам на самом деле из тех друпалеров, которые начинали еще лет 10 назад, когда был друпал, ну пусть шестой, да? На самом деле меньше, но пусть шестой. Я начал контрибутить в друпал, когда был шестой друпал. Кто писал тесты друпальные? Вот эти вот юнит-тесты, которые предлагает друпал? А если вообще пробовали? Да ну, simple тесты вот эти пробовали. Как вам по ощущениям? Не очень. Иногда отошнило, иногда понос, да? Я на самом деле их ненавижу и ненавижу их до сих пор, потому что ощущение, что вот эти вот тесты были сделаны для того, чтобы мы с вами страдали. Шикарно. Друпал бы. Так что, в принципе, тесты это только продолжение. Но на самом деле у меня сформировалось мнение по этим тестам, по PHP-юниту, по simple тестам, что это очень жестко, тяжело, сложно, больно, долго. Иногда патча было писать в два раза быстрее, чем писать тесты для них, когда выкладывал это все на друпалорг. Но на самом деле при правильном фреймворке, при правильном настройке всей инфраструктуры и при мейкфолизации всего этого тесты пишутся проще, чем код. У нас приходят люди к нам, которые вообще ни разу не писали тесты, два часа, четыре часа объяснений людям, и они начинают писать тесты, им даже не нужно объяснять, как это делать. Это очень просто. Вот я же говорил, если кому-то интересно, можем остаться, я покажу именно по-живому, как это происходит. Нет, ну постараемся в каком-нибудь таком лайт-режиме прогнать что-то. Покажу и тесты, которые на уровне кода мы пишем. Там есть пару крутых трюков, которые делают тесты вообще максимально простыми. И тесты мы гоняем еще, мы API-тесты гоняем для декапл-проектов и гоняем end-to-end или acceptance, которые в браузере. То есть реально браузер, реально JavaScript загружается, проверяет реальное поведение пользователей. Но это, говорю, немножко в топик, здесь автоматические тесты. Мне больше хотелось остановиться на том, что они обязаны быть в больших проектах, иначе без этого не... А? У нас юнит-тестов вообще нет. Инфиграционные проекты? С юнит-тестами мы немножечко схитро попили. Вот я расскажу... Давайте я расскажу сейчас, вот в двух словах, как мы сделали. Смотрите. Есть такой тестинг-фреймворк Conception. Наверняка слышали. Мы знаете, что сделали? Мы подключили этот тестинг-фреймворк. Тесты там пишутся на обычном PHP. Ничего, никакой магии. Обычный класс. Один метод — это один тест. Что сделали мы? Мы подключили API-друпала к этим тестам полностью. И там были какие-то пары еще вещей, которые мы сделали. Смысл в чем? Для тестов вы просто пишете тот же код, который вы пишете в повседневной жизни. Если вам надо протестировать сохранение ноды, пишите там Drupal Node, что там в басе-мерке? Drupal Node, там, save, да? Если вам надо сделать это unit test-like, то есть просто протестировать функцию, пишите код, который тестирует ваши функции. Если вам надо connect к базе данных... А, вот. Мы приконнектили и концепшн... Если коннекшн база данных, это не совсем unit test-like, я... Смотрите, вы можете его не... Да, это не классические unit test-ы. И вот это такая хитропопость. Получается, вы именно не тестируете... Вы можете писать unit test-ы. Connect к базе данных не мешает писать unit test-ы. Если вы тестируете метод, тестируете метод. Обычно такое не делаем. Именно. Ладно, давайте дальше, что в конце. Это очень-очень маленькое. Давай. Как ты тестишь по тех, как ищем? Like what? Что-то, какая-то обиха. Ты думаешь, что все, которые дают специально-то тестированные ответы по доке этой обихи? Мы сейчас про декапл говорим? Мы говорим про тестирование. Ну... Мне нужно тестировать какую-то там стороннюю логику, в которой я обращаюсь для забородана. Как ты это сделаешь? Несколько вариантов. Смотри. Очень быстро. Да. Можно end-to-end пользоваться. То есть, грубо говоря, ты заходишь на какой-то... Если это API отдаётся в режиме real-time, можно зайти через браузер. То есть, в real-time пошёл куда, сходил... А почему нет? Мы про контент. Я пробокаю. Если выкенд... Хорошо, я другой вопрос задам. Зачем тебе тестировать старт-пайцы API? То есть, в плане работает ли он? В плане... Или как это... Мои дальнейшие сервисы? Например, если... Ну, можно сделать просто я понял. Евгений, у нас проблема. Ну да, да, да. Чтобы это проверить, чтобы этот сервис к вред получил все данные, которые предоставляют... Есть же API-тестирование, правильно? Смотри, тот же Codeception поддерживает API-тестирование. То есть, ты можешь сделать запрос на какой-то сервис, получить данные, проверить, что он содержит в себе правильный ответ, правильный набор данных и так далее. Это уже API-тесты. Ну ладно, это именно API-тесты. Это не тот симбиоз функциональных юнитов, которые мы немножечко извратили, это именно API-тесты, это такой третий подход. Окей, то есть, ты в итоге, говоря, ломишься на продакшен сервер своей третьей стороны, забираешь данные, проверяешь, все окей, без запасения с проекта. Да. Просто интересно. А, ну вот это мы сейчас про это и поговорили, кстати. Что, да, это не классический подход к юнит-тестированию, но у нас все-таки, говоря про бизнес-вэлли-ферст, хотя, вот я почему про тесты не хотел говорить, потому что настолько коливарная тема. Юнит-тесты, нет, сейчас мы про пирамиду тестирования, юнит-тесты внизу, fail-fast, они должны запускаться как можно быстро. Давайте съедем с темы, если будет время, поговорим именно, может, в конце, после того, завершится вот этот доклад. Очень коливарная тема, каждый раз. Дестами не пользуются, все вот так вот на криенции приходят, говорят, ой, нет, давайте на тест потом поговорим. Потом вы не сливаете и уходите, ой, нет, я домой. Я хочу это получиться, посмотрите, как упал в гэмпай. Да, я готов показать, как это работает. Не сливаюсь. Да, без трансляции, потому что, ну, Continuous Integration. Я бы сделал так, если было бы такое харизматично. Я получил огромное удовольствие последние 3-4 года от автоматизации на уровне Continuous Integration. Сейчас расскажу. Кто слышал про такой инструмент, как CircleCI? Раз, по 3-4. Немного. TravisCI. Я не подниму туда. TravisCI. Ну, короче, тогда я вижу, что есть смысл рассказать в двух словах. Абсолютно в двух. Это то, что вы, кстати, видели, когда мы магически деплоили изменения в DropalBuy. В чем прикол? Любой коммит в репозитории, GitHub, GitLab, что вы там пользуетесь, он, вот этот инструмент CircleCI, как и TravisCI, он слушает ваши коммиты, как только там что-то поменяется, он под ваш коммит поднимает машинку автоматически рядом, забирает из репозитория, из вашего же коммита конфигурационный файл, грубо говоря, такой чек-лист, а что сделать, что запустить внутри этой машинки? И, собственно, просто прогоняет это. Как только этот чек-лист прогнан, машинка падает. Все, она вам не нужна. Что мы делаем в этом чек-листе? Мы сейчас про это в этом CircleCI, мы сейчас про это поговорим. Насколько это все может быть просто, на самом деле и удобно. CircleCI, честно, я его рекламирую только потому, что это единственный инструмент, в котором я просто верил на 100%. Он нас настолько не подводил, он настолько гибкий и мощный. Это охренительнейший инструмент для того, чтобы... у меня сейчас два вопроса прилетело, ни один не услышал, если честно. Я очень нравился. Так что ответил, почему не Jenkins? Потому что в случае с Jenkins его где-то нужно вертеть, его где-то нужно поддерживать. CircleCI, ну вообще, zero configuration, условно. Можно не Bitbucket Pipeline. Можно Bitbucket Pipeline. Но у Circle, по-моему, есть пару фич, которые, если не ошибаюсь, нет в Pipeline. Пипeline занимала фич. Но, смотри, например, фича с запуском крона. По Circle можно сделать, мы потом подойдем, охренительную просто вещь, за счет того, что там можно настраивать а-ля крон запуски команд. Охренительную вещь. И это все, опять же, zero configuration с вашей стороны. Вы просто нашли кнопку, он присосался к вашему гитхабу и начинает слушать. Zero configuration. Очень клево продаешь, не забываешь, что у стадиона configuration впарывается в то, что у тебя должны быть конфиги, папочки, тут все в SQLCI. Нет. И вот про это я сейчас расскажу. Давай. В этом ты... Я что, про makefile распинался? Все так, что ли? Make SQLCI. Great again. Реф-ссылка в конце будет, нет? Про все, про что рассказываю, опять же, можно посмотреть в репозитории, на который я там две ссылки дал. Первое. Какой мы подход выбрали? Мы когда вот эти makefile начали использовать, мы поняли, а нахрена мы в CI гоняем какие-то другие команды? Давайте гонять те же команды, которые мы запускаем локально. Что мы из этого получили? Смотрите, что первое происходит у нас в CI теперь? Первая команда make install. В CI собирается наш проект с нуля. Этим мы гарантируем, что любой человек, который придет на проект, получает рабочий проект. Не как раньше, у кого-то там dependency отъехало, у кого-то config отъехало, у кого-то там permission не подсосались правильно. Make install внутри CI, на каждое изменение проект вас развернут. Первое. Второе, чего мы добились запускаем, именно make команды в CI. Это абсолютно прозрачно для разработчика. Make файлы, они лежат в репозиторий, правильно, где мы пишем весь ход? В смысле, правильно, это я, это утверждение. Это в папке make файл прямо в руте репозитория. И разработчик видит прекрасно, что там происходит. Более того, любой разработчик понимает, что те же команды запускаются. Вот make install локально и make install там тот же. Make code check локально и make code check там тот же. Это делает именно абсолютно простым и прозрачным изменения, которые можно делать в деопсе. Уже по сути разработчик, если он себе баш скрипт там в make файле дописал на проверку код чека локально, она не работает, он пушит ее, она будет работать уже в CI. Вообще никаких больше шагов делать не надо. И на самом деле мы поняли, теперь мы не поддерживаем как бы CI отдельно и автоматизацию отдельно. Вся автоматизация, которая локальна, она же и в CI у нас. Те же команды. То же самое и с тестированием. Те же тесты. То, что вы получаете локально, то и там. Тут пару пометок для особо технически одаренных. Так как у нас все на докере, юниты функциональные тесты, не юниты, я понял, функциональные тесты мы запускаем в CI, грубо говоря, в том же докере. Так как Circle CI, он поддерживает докер-компоуз, файлы, все эти докеры, вот эти вот штуки, оно разворачивает ту же среду, что и локально. И за счет этого мы можем прогнать те же тесты в Circle CI, что и локально, той же команды, что и локально. Ну, а интент, который в браузере, ввиду того, что мы пытаемся делать, гонять на среде максимально приближенной к продакшену, нельзя все-таки делать на локальной среде, приходится деплоить весь код в какой-то там, ну, условно, в Dev environment и гонять уже тесты в браузере по этому Dev environment, который как бы максимально приближен к продакшену, потому что он на хостинге, на котором продакшен, вот это вот все, да. А продакшен не на этой инфраструктуре, не на то, как? Если честно, мы сейчас съезжаем на AWS с Тераформом, который как раз-таки наши же контейнеры гоняет там, но до этого мы пользовались пансионом и платформой Sage, то есть они не позволяют, эти два хостинга, они не позволяют деплоить наши контейнеры, а у них свои, то есть поэтому нам приходилось деплоить туда. Может быть, вот когда мы закончим миграцию на AWS, там уже наши контейнеры будут, и там, может быть, нам нет смысла будет как раз-таки деплоить для тестирования в браузере. Так. CI. А теперь вот, Саш, твой вопрос, который ты задавал, по поводу того, что у вас там происходит, огромные конфиги, а вот нет. Вот это примерно все, что происходит в CI. Ну, later go. Ну, это что такое? Тут, собственно, просто команда пересчитанная, потому что мы код-черк команда, там она может такая вовторность. Да, она выйдет. Это просто если там 10 разных контейнеров и так далее, там настойки все равно тени откуда, отсюда, здесь заранее композер, там заранее. Да, мы настройки, естественно, вот эта все хрень, она никуда не делась, она просто в красивой обертке, и разработчик эту обертку, если это все настроено, правильно, они же ее не видят. вот этот прикол абстракции, что локально делаешь на make install композер, погнал, правильно, погнали там еще какие-то команды, разработчик абсолютно дофиний, CI абсолютно дофиний, и код, как раз таки скрипт этого CI, он читается теперь абсолютно прозрачно. Вы же можете, прочитав команды, рассказать, что делает CI? И в какой последовательности? Проблема, которые у нас были раньше с этим CI, в том, что именно код, который в CI, скрипт, он был абсолютно не тот, что мы делали локально. И из-за этого возникали какие-то конфликты. Почему вы make code check, понятно, fail fast, если что-то пошло не так, поставили проект, прогнали функциональный тест, опять же, вот это все занимает среднестатистически ну минуты две, три. Ну вот это вот даже смешно говорить. Три-пять минут максимум вот на большую часть. Ну а потом уже это тесты в браузере, уже извините. Это тесты в браузере, там JavaScript подгружается, ну реально браузер. Сегодня можно проехать из-за баузера в плане того, что разработчики это все наоборот все классно. На самом деле, те, кто работает с открытыми сериями, они видят обычный makefile, который валяется внутри. Они просто его каким-то образом наблюдают. Обычно на GitHub они почти чуть ли не в каждом популярном эшпозитарии, который связан спонтанно, потому что в чьи из них гоняются тесты. Ну и плюс с какими-то птичьими вигами, через смысл файлы, через которые опять же гоняются тесты. Потому что все это улетает в какие-нибудь сяи, которые все это погоняют, возвращается ответ, вы видите бейджет, что там пест, и так далее и тому подобное. почему-то все как-то по-моему, вигфайл, а, что-то фигня вообще, и поехали дальше. На самом деле стука очень-очень делала. Единственный у меня вопрос по вигфайлу, там же нету там все выполнение синхронное, то есть последовательное. нету синхронное я хочу ну это как пожалуй баш, он синхронный синхронный. Ты можешь на циркл уровне циркл сяи-то параллелить, если тебе надо. Можно там да, 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 то есть там насчет фри была звездочка, ты один контейнер получаешь бесплатно, а если хочешь параллелизацию, да, то есть параллелизм там настраивается отлично, там насчет этого очень гибкая циркл циркл сяи ну слушай, там циркл сяи достаточно бесплатного тарифа, чтобы гонять, чтобы его потестить и на реальном проекте гонять на реальный проект циркл сяи целый месяц. То есть там абсолютно не жесткое ограничение, там оно очень-очень фривольно, очень большое. То есть он такой очень софт-лимит на самом деле. Вот. Ну смотрите, теперь получается еще что делать? Если так немножко подытожить. Он гарантирует инсталлябельность проекта, что он всегда разворачивается из исходников, он гарантирует качество кода, он гарантирует, что все тесты проходят. Женя, у нас крупный проект. На каждом. Это на каждом проекте. Мы любой open source проект, который начинаем, у нас вот на этом. Он снимает разворот цену проекта, импорт базы и все остальное. База чищен чуть-чуть оправда базовая. Ну базовая с нуля. Если мало 18 гигабайт, тогда тропа занимало время. От проекта зависит. Ты делаешь слеймы для того, чтобы собирать... Пожите, давайте вопрос вот этот в RabbitMQ. Тут был первый. Что вот Егор говорит? То есть у тебя база получается импортиться или она с нуля? От проекта зависит. например, там была ссылка на проект Falcon, это дистрибутив на Drupal 8 для благотворительной организации. Там мы разворачиваем с нуля, у нас нет клиентской базы. open source дистрибутив. Мы поставим Drupal с этого дистрибутива с нуля. Это make install делает. В другом проекте, например, наши клиентские проекты. Там он уже чешет на production или на staging оттуда забирает базу и импортирует. Тот же make install под капотом вообще без разницы что он там делает по большому счету. Раз за скрипти или забыли? Понятно, да. То есть когда он импортит тоже production базу, это же я начал забывать Drupal как-нибудь правильно? Никто не мешает если база большая себе вложить куда-нибудь ее этот ну частично ее импортировать. То есть это уже ограничена только твоя фантазия. Твоя фантазия ограничивается. Я понял. Так. И вот смотрите мне вот это вот все проект гарантирован ему гарантировано качество. В принципе тесты код инсталлябельность. То есть обычно большие проблемы на долгих проектах. Потому что все забывают как-то dependency по-быстрому закоммитить. Теряется инсталлябельность в какой-то момент. Приходит новый человек. А блин, а как мне установить? У кого были такие моменты, когда человек, который получил проект, ну грубо говоря пришел новый человек в команду, занимало больше дня, чтобы развернуть этот environment. Слушайте, у меня было половина наверное перфект это environment. Но на самом деле проблема абсолютно нормальная. Я сказал день, потому что там неделя на самом деле и бывает, а если человек еще, ну джуниор, давайте сделать скидку, что есть люди, которые недавно здесь, да? 16 человек, потом 16. Да, 16 человек, это все оттуда ноги растут. все падает, короче, а там не может вот так и джуниор. То есть вот это на самом деле снижает до минут реально установку проекта. Ну и мысли-патроны. Мы же не забыли, да? Или наоборот, это может усложнить. Это усложнить может. Погугли, мысли-патроны. смотри, ты говоришь, а ты пока поставишь проект, ты прочувствуешь, ты его упоешь, как он работает. А ты ставишь, ты поймешь, что он работает. Все правильно, все правильно. Ну, ладно, если говоря серьезно, то вот эта простота, она же не говорит о том, что давайте не знать докера, давайте не лезть под капот. Давайте лезть, если интересно. Но если кому-то не надо, вам не надо лезть. Пожалейте джуников. Тот же фронтельщик, фронтендер, ему вообще не надо. Все, сейчас начинаем. Фронтендеры знают фронтендер, а фронтендеры бэкэнтеры знают. А что фронтендеры знают? Они в этом говне копаться не хотят. Это наша задача. Вот. Я к чему вот это все подводил? CI есть. Деплоймент. Насколько далеко мы от континьюз деплоймента и от того, чтобы автоматизировать все. Давайте я расскажу, до чего мы дошли вот с этим подходом с CI. По большому счету, не читайте. Смотрите. По большому счету, как я говорил, когда вы пушите какой-то код в бранч, в бранч, он у вас разворачивается, тестироваться. Бранч готов к деплою, по большому счету. Если мы примем за аксиому тот факт, что тесты есть наш святой грань, то есть нам не надо пригонять еще руками весь сайт перед деплоем, лучше мы постараемся доверять инструментам тестирования, и если мы находим баги, мы просто дорабатываем тесты, они начинаем тестировать руками. То есть, manual effort в тестировании как раз-таки происходит перед тем, как задача задериверная, перед тем, как она уйдет на production. Если мы, скажем, no manual effort в плане тестирования, все через тесты, то следующее, что мы можем сделать, сразу мержить в staging, ну, для нескольких фиш мержить в staging. Staging делает абсолютно то же самое, что делает и то, что я только что показал. Правильно? Staging абсолютно то же самое. Ну да, staging всегда такой же, как мастер. Да, база с production, но смысл в чем? Она просто тестирует дополнительно то, что несколько задач, если вы мержите в staging, что они вместе прекрасно работают, что по ним тесты прекрасно гоняются, что этот проект прекрасно устанавливается. Не более того. А так выполняет то же самое, что и обычный любой другой бранч. Потом, если все прошло, почему бы не создать автоматический pull request, не смерть это в мастер, и не дать джобу, ну, CI шагам задеплотиться сразу в мастер, сделать бэкап и зафигачить код на продакшн. То есть вообще, а? А кому ты потом будешь давать по щам? В смысле? pull request есть, есть же все git history, ничего чем. Вы же автоматически не сможете создать pull request. Или там смешил softstage, чтобы потом по щам задавать. вопрос клиентов, но мы как раз таких и подталкиваем к тому, что давайте за вас будут решать все автоматические тесты. Давайте лучше мы будем инвестировать время в тестирование, чем мы будем инвестировать эти же деньги в ручное тестирование. Лучше в автоматическое. Так, по крайней мере... Опять же, если задача неправильно понят кастомера к девелоперам, как это... Ну, смотри, как у нас это делается, а тестируется как раз таки клиентом на уровне этого фича-бранча. Ну, то есть история сделана, задеплоена, протестирована автоматически. Да, deaf environment к большому счету. Клиент хочет потестировать, пожалуйста, пусть тестирует там. Когда он говорит окей, например, несколько задач он сказал, все, окей, окей. Выехал в staging, staging прогнал, смирил в мастер, мастер задеплоил код. Все. У нас все-таки есть момент, не то, что когда разработчик локально запушил кого-то там, свой локальный комит, и все, пошла все в почту, если тесты прошли, то сразу пошла матрофа. Все-таки оно пошло сияно на какой-то D, на D, есть какой-то end-to-end, где какие-то... Это уже вопрос вашего workflow, да, то есть в каком-то... Где-то, например, смотрите, если мы говорим про чисто, например, Scrum, да, там вообще говорят, что клиенты видят результаты работы вообще в конце спринта, демо, так называемая, да, в конце спринта. Знаете, что вы можете разрабатывать к разработчику целый спринт задачи, автоматом там куда-то мерзить, ну, хоть в стейже, хоть куда, когда клиент ему показывается демка, он сказал, окей, стейже, прогнали. Тут вопрос не про демо, а именно про ремен-то-энд тестирование, то есть что... А, в браузере, который гоняется? Говоря тому, что тесты пишутся командой, то есть команда поняла как, да, бывает такое, что все-таки клиент, когда я хотел одно, спринт написал по-другому, но хотел третье. Вопрос... энд-то-энд-энд, чтобы понять, что именно пища работает не так, как вы поняли девелоперы и как они написали тесты, и как оттестили тесты. Все-таки так, как отделал клиент. Ну, у нас это делалось как раз-таки фича-бранча, то есть мы каждую задачу сделали, мы отдали клиенту акцепти. Когда он акцепти, то можете даже... Есть какая-то стандия? При необходимости. Клиент. При необходимости в такие вот эти клиенты именно туда. мы в один момент даже хотели сделать когда клиент в системе Project Management тыкает кнопку акцепт, мы же можем сразу в стейджинг замерзить, она сама с задачей может сразу улететь. То есть в этом вот прикол вот этого всего CI и CD, оно построено на одних командах и на буквально паре принципов за разряда пользуем make файлы, те же make команды, и мы принимаем за аксиому то, что наши тесты делают тестирование за нас. Я не говорю про именно принятие задачи клиентам немножечко другая, да, то есть? Жень, мы же все понимаем то, что это все разбивается на то, какие могут движутся тесты. Потому что если неправильно в системе на бизнес-логе, то это еще по-новому. Потому что это вопрос, как вы пишете. Я не знал какой-либо кейс, который запасился на у тебя на стейл, и он тебе репортует о том, что чувак, у меня там упало все вообще. Знаешь, я даже... ты прав, я ожидал этот вопрос. Знаешь, клиентов не так сильно бесят баги, как баги, которые повторяются дважды. Меня больше, наверное, здесь привлекает и стали, чувак, ты заплывал сам эту фичу, она полетела. мы же про разные вещи говорим. То есть клиент может, как я же говорил, клиенту может дать возможность опрувить фичу на уровне multi-dev branch. Когда ты сделал, задеплоил, пожалуйста, опрув. Если клиенту нужен, такой опрув, в смысле, если у вас такая договоренность с клиентом. Есть клиенты, которые говорят, окей, мы задачу написали, критерии прописали к принятию задачи, если они проходят, вы сами деплойте. Это уже от клиента зависит. Разница в том, что ваши тесты не будут гарантировать качество по маркангу, по CSS и по прочим. И, соответственно, у вас есть цифринг, сколько вы так вот въехали, или еще что-то произошло? Visual тесты, во-первых, есть, а во-вторых, много. У вас скрина сравнивается, смотрит и смещается. Смотрите, есть же инструменты, которые это делают. По-моему, Яндекс... Кодсепшон был, но есть. Нет, кодсепшон не сравнивает скриншоты. Вопрос про то, что, грубо говоря, вы CSS-ку подправили. Вы же отрендерите ее и посмотрите. Не отрендерить, а сравнить предыдущую версию сайта с тем, что вы сделали сейчас. Есть инструменты. У вас на странице на чем-то находится. Да. Если он кликается, он весь скрипует. Это как раз таки решает... От Яндекса есть инструменты, не помню, как он называется. Вот вообще из головы. Если чисто это называется в комментариях, то есть понятие здравого сенсора. Надо же тестировать все, в общем, в мире, когда все отрендеры уже. Нет, Жень, так это можно автоматизировать. Есть инструменты, которые делают скриншот предыдущего сайта, есть и скриншот того, что вы деплоите. И она умеет дип это делать и спрашивать вас. Это дип то, что вы хотели или нет? Если да, полетело. И CircleCI как раз таки умеет делать... Получается, это человек, который скажет, да, это скрипники, это ченджи, которые... Ну, если вам нужно такой, если у вас проблемы с вот такого характера, либо у вас, я не знаю, ну, Facebook, ну, наверное, вам нужен человек, который просто скажет, да, вот эти изменения надо запрубить. CircleCI, кстати, тоже умеет делать вот эту вот пошаговость. Он может дойти до определенного дождать ответ, потом человек заходит, сам в ручку нажать, тык, да, и CI поехал дальше. Я говорю, CircleCI он максимально гипкий. Какой-то тоже не умеет. Нет, не умеет. Я говорил про прикольный кейс, который я еще хотел бы рассказать. Кто не помнит это? А, нет, рано. Смотрите, опять же, то, что умеет делать CircleCI, как я говорил, умеет делать... Запускать команды, как крон, да? По таймингу какому-то. Если говорить про восьмерку, ничего нам не мешает сделать make install там, развернуть друпал, скажем так, каждую среду ночью, и сделать драж, проверить эти security апдейты, если они есть, автоматом через композер апнуть все, закоммитить все это. CircleCI прекрасно может закоммитить в вашей репозитории, прогнать все же тесты, и если все окей, автоматом задеплоить. То есть вообще без вашего участия может security апдейты прокатиться. То, что лежит, когда ты... Она перекоммитит, она поднялась, значит, это наше дело. Я, может быть... CircleCI, это он поднимает машинку, которая гоняет ваш стрит. Это сервис, который... Да, это тупой сервис, который... Есть сервис, туда заходишь, он слушает ваш GitHub, поднимает машинку, из машинки просто... Из GitHub он забирает именно набор инструкций. Грубо говоря, YAML файл, по которому гонять make install, первая команда, вторая команда, там, что, make code check и так далее. И там же можно заскриптить, что каждую среду ночью поднимать друпал, проверять апдейты, композер апп, деплой, и если все, тесты прогнались, деплой. Включите. А вдруг, ваше существует? После этого подписался на ссылку в виде апдейта, я знаю. Да. Следующий слайд. Все. Вот теперь, наверное, все. Спасибо. Вопросы можно будет задать в кулуарах. А что? Ну ладно, давай последние. Два вопроса. Историю рассказать, связанную, которую ты делаешь. Деплойментом тоже интересно. Были перейти тесты. Так может быть, ты сюда, чтобы уже на всех? Похожая ситуация. Тоже был автоматический деплоймент, были тесты BDD, по сути, на GPHave, но не тот же GPHat, да? Да. Были такие поверхностные, пройтись, проверить, что пару блоков есть, статус 200, все отлично. Процесс деплоймента шло, начался экран, там билдится CSS, не сбилдилось, не выкинуло статус, отличный от нуля, так получилось почему-то. Окей, CSS вроде нету, основной ставил CSS. Погнали дальше. Все это задеплойлось, прошли автотесты, блоки есть, прошли по X-Pass, посмотрели, блоки есть, статус 200, отлично, все пошли спать. Оказалось, 50 сайтов сутки лежали без стилей. То есть, ну, нормально, никто даже тестера не пошли вручную смотреть. Я вот только что гуглил, есть, что в Яндексе инструмент называется G-mini. Инструментов много, после этого внутри, я почему и говорю, визуальные тесты. Когда снимается, допустим, вот до того, как начинает деплоймент, снимается скриншот, после этого снимается другой, делаются тонкие настройки, отличия, пару пикселей, чтобы нет, но потом человек должен сидеть и листать эту PDF-ку у нас на странице, смотреть туда, не сюда, ну, короче, автоматический деплоймент как опасно. А на проект зависит, я полностью согласен. То есть, есть такие кризисы, Я бы рекомендовал все-таки, чтобы кнопка была. Вот идея классная, что там накидывается куда-то, это дело, потом прошли, посмотрели, вроде нормально, выписали. поэтому, что? Так, в плане, в плане дип, международной, есть, и потом, здесь же автоматизация, я-то раз говорю, что вот как раз Яндекс-инструмент выкатили, который делается шикарно. Я бы автоматизация сделал. Надо сказать спасибо ребятам, которые потратили время подготовить нам, да, доклады. Спасибо просто за игрушку. Всем чёсткам по семьде, ничего. Да. Птица с собой, там ещё осталось крайнее, это крайний, это клайчик. Остальные можно вторая строить, да? У меня вопрос, кому вообще интересно пообщаться по поводу тестов, чтобы показали именно, насколько тесты можно просто писать, и что они делают? Сколько людей, которым это интересно. Ну, это интересно, в смысле, если есть ещё полчаса, 20 минут. Давай сначала мы сделаем раундап, да, раундап, а потом мы готовим. Это так, пока там наша милиция нас бережёт. Да. опять же, ещё раз давайте поблагодарим нас. Хорош! Как того доклада? Я просто придумываю, что сказать дальше, поэтому давайте ещё раз поблагодарим. Ну, по планам, какие у нас есть планы, да, то есть изначально, ну, как бы мы делаем раз в квартал, да, то есть соответственно, органично следующая попадает на Drupal Camp, так что это самый такой банальный исход, что следующий митап у нас будет Drupal Camp. Но, опять же, всё зависит от нас, да, если у кого-то есть что-то рассказать, мы, в принципе, можем ещё один митап провести до Drupal Camp где-то в середине апреля, поэтому, если у вас есть чем поделиться, если есть желание что-то сказать, вы мне напишите, мы организуем в середине, в конце апреля и как раз, может быть, ещё что-нибудь подготовим до Camp. Вот этот чувак мне уже надоел вехать. Уже так столько зацеловал, сейчас жена позвонит, что тебя мужик целует постоянно. Вот. Это связано со с этим? Слава тебе, Господи. Так вот, ребята, реально, если есть у кого-то время поделиться опытом, подготовить какой-то доклад, вполне можем устроить до Drupal Camp. Если никто не напишет, тогда увидимся на Drupal Camp, а потом уже в следующий раз в августе. Поэтому ещё раз повторю, потому что люди из Епама и из Адьякса подошли, может, некоторые позже. Вот. У нас крутые спикеры, всё, давайте деньги будем делать ещё круче. Вот. Поэтому, ну, сейчас можно ещё в кулуарах пообщаться, пока нас отсюда не выгонят. А нас, наверное, не выгонят. Выгонят? А тут невысоко. ещё раз спасибо, что пришли. Опять же, давайте, моментик этот, что мы сейчас начинаем в 18.30, да, но как мы видим, что люди подтягиваются попозже. Поэтому, если кто-то думает, что надо начинать попозже, не, в 6.30 так и... Да? Да? Но всё равно любые предложения вы на meetup.com пишите. Мы там, не знаю, проведём голосовалку на время начала. Ну, как-нибудь решим этот вопрос, да? Но опять же, самое главное, чтобы у нас было чем поделиться с друг другом. Организовать мы всегда можем. Поэтому официальную часть объявляю закрытой. «Организация» 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 «Организация»